МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставка нижегородского скульптора Сергея Малькова открылась в торгово-развлекательном центре «Жар-птица». Художник создал 13 брельефов из бронзы, посвященных творчеству Максима Горького. Подробности узнаем прямо сейчас у нас в гостях Сергей Мальков. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Премия «Пирожа «Жар-птица», учрежденная в 2015 году девелоперской компанией столицы Нижней, направлена на поддержку культурных проектов в Нижнем Новгороде. Темы премии меняются каждый год. Русский язык и литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, медиа, мода, туризм, театр и другие направления культуры и искусства. Тема серии «Работ» – Нижний Новгород, начало 20 века и горьковские персонажи. Она достаточно обширна. Отсюда вопрос, Сергей, как вы провели этот год? Ну вот в работе над этим и провел, чтобы расширить эту тему максимально, да, чтобы, впрочем, интересно. Потому что изначально она была уже. Были просто как бы горьковские персонажи, да. Ну и некоторые даже думали, что это будут какие-то персонажи его произведений. Но вот иллюстрации делать мне не хотелось совершенно. Даже уже в начале, в начале работы. Я именно хотел сделать образы, как бы вот близкие к горькому. Но в процессе именно работы, да, вот за этот год он расширился. То есть тут повлияло Дмитриевские фотографии и вообще образ Нижнего. И я ее расширил максимально, чтобы вот показать как бы эпоху того времени, дух того времени. Через какие-то вот картинки, через визуализацию. Ну и в частности через пластику, чем, в принципе, я и занимаюсь. Каким образом получение премии «Пирожа птицы» повлияло на вашу творческую жизнь? Как она изменилась сразу после получения гранта в 500 тысяч рублей? Да, ну сразу было эйфория, такое ошеломление. Ну практически тут же накрыла ответственность. Очень серьезная ответственность, потому что это в музей. Как бы по сути дела заказчик музея. Музей – это очень серьезный как бы этап жизни любого художника. Для меня это был прорыв, своеобразный творческий прорыв. А вот что говорит о премии ее основатель Эллада Нагорная? Я уверена в том, что уже когда за плечами три года нашей премии, на следующий год мы покажем опять же на дне рождения результаты премии «Пирожа птицы» 2017. Вся эта серия, Сергей, очень аристократичная и музейная. Как ее приняли рядовые зрители в рамках торгового центра? А, это было очень интересно наблюдать. Потому что, в принципе, для меня этот опыт первый, чтобы как бы... Обычно в галерее или выставочный зал, туда ходят полтора человека, и те, кто хочет, да? А тут огромный поток людей, и люди, в принципе, неожидающие, или, может быть, ожидающие, ну или как бы мимо проходящие по своим делам, и вдруг они и заходят, и заходят, и смотрят, смотрят. Вот это вот... То есть максимальное расширение зрителя – это очень интересно. И я видел реакции, как бы им было... То есть они там даже вот уж они там стучали, там как-то там чуть ли не на зуб пробовали, и это было интересно. И, в общем-то, это тоже хорошо. И это была одна из моих задач – показать, какой, может быть, бронза, пусть она и аристократичная, да, правильно, но вот мне захотелось показать людям, широкой массе людей, как может выглядеть бронза и рельеф в частности. И все-таки самый главный вопрос для художника всегда – а что дальше? Вот вы задумывались над тем, какова судьба этих работ. Это целый год работы. Чем интересна еще эта премия-то, вот именно тем, что она дает признание определенное, то есть даже в самом начале, да, то есть ты еще ничего не сделал, а тебя уже все знают, да, уже какие-то интервью. Это очень дорого стоит. Мало того, еще выставка, ну, в том же музее выставка, но и в первую очередь выставка в торговом центре. Вот это... Вот о выставке в торговом центре я не думал, но она действительно меня поразила. О дальнейшей судьбе бронзов рассказывает директор художественного музея Роман Жукарин. Эти работы войдут в нашу, во-первых, в наше собрание, как я сказал. Мы планируем сделать выставку, посвященную 150-летию Алексея Максимовича Горького, которая у нас в 2018 году будет широко отмещаться. Открытие выставки ваше произошло в день рождения торгово-развлекательного центра «Жар-птица». Как вам сам праздник? Ну, праздник, он в том году был великолепен, да, и в этом вообще... Это какое чудо. Как выставка в торговом центре, так и праздник в торговом центре – это для меня какое-то что-то новое, какое-то такое изобретение. И оно очень интересно, на самом деле. То есть люди вовлекаются по неволе, казалось бы, да, и их это заводит, и всех заводит, и это очень интересно. И со стороны наблюдать, и участвовать в этом. И я видел по конкурсантам в этом году те же самые эмоции, что были у нас в прошлом году. Это действительно праздник. Спасибо огромное, Сергей. Ну что ж, увидимся на выставке Сергея Малькова. Ровно через секунду узнаем о том, где еще провести выходные. Итак, афиша культурного времени. В пятницу 22 декабря театр комедия представляет премьеру сезона легенду французского театра 20 века пьесу «Боинг-Боинг». В субботу 23 декабря в Нижегородском планетарии полнокупольная программа «Млечный путь. Прогулка по звездному колесу». Ну а в воскресенье 24 декабря театр драмы приглашает на комедию в двух действиях «Свадьба Кричинского». Культурных вам выходных. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok